добрый вечер дорогие друзья рада нашей новой встречи и мы продолжаем говорить о ватикане мы продолжаем говорить о истории ватикана и если мы посмотрим на скажем так список самых важных дат в истории этого удивительного места то можем увидеть что как правило первой датой пишется год распятия апостола петра это либо 64 год либо если отсыл идет уже более современным исследованием это шестьдесят седьмой год и следующая дата это 313 год начала строительства первой церкви на могиле апостола по желанию по приказу императора константина и создается ощущение что вот в эти почти три столетия очень важным для римской истории на самом холме ватикан не происходило ничего но на самом деле там все таки продолжалась жизнь причем совершенно особая и именно об этом мы с вами сегодня и поговорим для тех кто недавно присоединился к моему блогу я представлюсь меня зовут евгения я римский искусствовед доктор философии искусствознания работая в музеях ватикана провожу экскурсии по ватикану и по риму и так что же происходило на холме ватикан после распятия петра и до начала строительства первой церкви по приказу императора константина на прошлом эфире мы с вами остановились на том моменте когда я вам показала цирк построены по приказу императора калигула впоследствии перешедшие скажем так в наследство императору не ровно где собственно и был распят апостол петр да хочу сказать что конкретно сегодня о распятии апостола мы говорить не будем потому что у меня есть целый эфир где мы подробно обсуждаем источники которые подтверждают истинность присутствия апостолов петра и павла в риме их захоронения и даже мы разбираем историю нахождения мощей апостола уже в двадцатом веке и так уже на момент строительства цирка на холме ватикан рядом созданием самого цирка начинает формироваться некрополь этот некрополь изначально располагается вдоль улице и называли виа триумфалис и эта улица она вела в сторону тоскана она потом соединялась с улицей кассия то есть в принципе она вела так называемые этрусские земли и вот это вот и привело к тому что очень часто говорили возможно из-за невнимательности возможно немножко путаясь что на холме ватикан находился этрусский некрополь на самом деле нет от русского некрополя там не было первые захоронения которые были найдены это захоронение самого начала первого века нашей эры это скажем так захоронения которые были ровесниками первых конструкций то есть начало строительства большого небольшого просите цирка каллигула цирков нейрона и эти захоронения принадлежали скажем так не богатым людям это в основном но и не бедным и не богатым средний класс и основная часть захороненных в некрополе на холме ватикан это были вольно отпущенки и здесь я хочу обратить ваше внимание на один очень интересный момент этот момент связан с ками скажем так и с философией и с культурой и с нашим с вами восприятием мира вот когда вы посещаете ватикан то есть приходите в него как туристы как гости как паломники у вас остается вот впечатление после посещения ватикана хотя это очень непростое государство со сложной историей но каждый момент истории каждый год истории ватикана мог бы превратиться в такой отличный исторический роман и очень много красоты но в то же время очень много парадокса очень много греха очень много святости но в конце концов после посещения ватикана вот у вас остается чувство что вы прикоснулись чему-то очень мощному великому сильному и светлому и мне кажется что это очень символично что ватикан вырос именно из античного некрополя потому что ватикан это безусловно да ты такой пилон христианство в нашем мире и вот именно христианская вера в какой-то не в какой-то не на христианская вера она принесла человеку освобождение от одного из самых тяжелых страхов которые нас сопровождает на протяжении всей жизни и это страх смерти потому что христианская мысль утверждала душа бессмертно и после вы ухода из нашего мира она возвращается в дом отца она возвращается к богу поэтому нет необходимости бояться смерти смерть это всего лишь возвращение души к своему источнику конечно здесь можно долго развивать тему но в общем то тезисно это была идея и это то что ватикан то что христианство дало всему миру то что они заявляют и теперь отправимся в некрополь некрополь древних и посмотрим как относились к смерти те кто жил в древнем риме и несмотря на то что уже идеи христианские присутствовали с первого века наш эры все-таки христианами не стал на самом деле рассматривать традиции захоронений там не скажу что самое веселое занятие но занятие полезное и интересное можно понять откуда появляются некоторые наши страхи суеверия и обряды которые хранятся до сих пор ну что ж некропа для древних и так я сейчас выключу комментарии чтобы были хорошо видны фотографии после эфира обязательно все включу и так для древних действительно некропы это даже дословно переводится как город мертвых это было место где жили умершие идеи бессмертия не существовало существовало ну скажем так поверье что человек уходил из мира живых и переходил в некий другой мир где продолжалось его существование не совсем понятное для живых но тем не менее это существование продолжалось и очень важно было для хорошего существования скажем так теперь уже ушедшего в другой мир было очень важно сохранять о нем память вот это вот идея памяти оказала колоссальное влияние на развитие даже римского скульптурного портрета то есть не зная этой детали очень не всегда можно полностью понять почему изображались лица именно таким или другим образом и умершие которые переходили теперь жить в некрополь они оставались связанными с живущими они становились своего рода предками давали силу роду они хранили прошлое они могли являться чтобы дать советы на будущее и в то же время не все ушедшие были хорошими поэтому очень часто считалось что они могли творить зло они могли вмешиваться в дела живущих и поэтому гулять в некрополе было но скажем так не стоило согласно поверью потому что для христианина например нет никакой опасности пройти по кладбищу души вернулись богу ну и тела нашли свое успокоение а вот для язычника ходить на кладбище особенно в те дни когда это было не предусмотрено традиции могло быть чревато и здесь мы сейчас очень быстро поймем почему вот этот вот суверный страх в общем-то имел место быть каковы его корни и надо сказать что поминовение усопших оказывает огромное влияние на культуру рима вот например прекрасный пример мозаики где мы с вами можем прочитать на латинскими буквами название месяца февраль именно феврале с 13 по 21 февраля устраивался праздник так называемой паренталии в этот период необходимо было приходить на кладбище и общаться с умершими это было на очень сложная система ритуалов и это тоже нашло свое отображение в искусстве мы видим здесь читом супружескую пару которые ухаживают скажем так за местом захоронения предков и прежде тем и тем не менее прежде чем умерший становился предком необходимо было провести определенный обряд ритуал вообще смерть это вот состояние такое сложное а потому что есть тот кто ушел конечно же близким людям больно потерять близкого и в то же время есть тело теперь уже безжизненно от которого нужно каким-то образом избавиться то есть должна пройти это трансформация и в древнем риме было несколько обрядов захоронения и первый пожалуй-то самый пожалуй самый распространенный он уходит своими истоками еще в царский рим в республиканский рим сохраняется в первые годы империи то есть сохраняется в начале первого века нашей эры то есть когда время уже приходят пётр и павел основным видом захоронения в этот период является сжигание тела и это происходит следующим образом устанавливается огромный костер который в древнем риме носил название пира и вот даже отсюда у нас есть такое название как пиротехника то есть огонь подрыв подрыв много пламени действительно сложить это пиру было не так просто потому что нужно было понять температуру достаточно высоко для того чтобы тело полностью сгорала и когда готовился этот костер готовилась эта пира как правило приносились а фрукты приносились о приносилась еда то есть это были своего рода поминки это были своего рода дары умершему возможность такой совместной символической трапезы очень часто устраивались танцы даже гладиаторские сражения они общем-то как традиция родились именно во время римских похоронных ритуалов чтобы отогнать смерть то есть это выглядело достаточно непривычно скажем так для нас сегодняшних потому что в одном и том же месте рядом находились люди которые плакали рыдали не теряли близкого и и те же кто развлекался и веселился но вот это вот веселье было нужно чтобы отогнать вот страх смерти отогнать этих плохих ушедших то есть смех работал как защита и после того как пламя съедала человеческое тело все что оставалось а то и скажем так кости оставая оставшиеся кости промывались заворачивались ткань и укладывались а вот такие вот асуари и в принципе производства этих асуари и время было поставлено на широкую ногу присутствовал элемент искусства но как правило форма стремилась либо к тому чтобы быть скажем так четырехугольный похожий на домик либо к тому чтобы быть скажем так конической как мы видим внизу вот это вот коническая форма она уходила в общем-то чуть более глубокую историю потому что изначально хоронили в керамических сосудах это мрамор придет уже чуть позднее поэтому вот такая вот конусная форма она как раз связана скажем с отсылом к древним сосудам и когда все было готово теперь можно было тело умершего который теперь становился предкам нести в место где он будет обитать и знаете в некрополе находились и структуры которые ну можно вполне себе спокойно назвать домом для мертвых мы с вами сейчас зашли в один из таких домов и глагол зашли в принципе имеет место быть потому что во многих некрополя были даже вот такие вот две то есть во многих домах некрополе были двери куда куда потомки физически входили и находили место специально заготовленное для того чтобы разместить урну с прахом родственника действительно здесь и вот в риме после смерти люди не были равны очень сильно отличал богатство или бедное захоронение очень сильно показывали статус того кто был захоронен и вот здесь мы видим очень красивое гармоничное захоронение мы с вами сейчас путешествуем почти все изображения которые я буду использована они взяты из некропа то есть они сняты в некрополе ватиканском некрополе в некрополе которые сегодня называют некрополь на улице триумфалис и этот некрополь кстати можно даже посетить музеях ватикана существует специальная экскурсия ее нужно бронировать заранее потому что она пользуется достаточно высоким спросом и можно войти вот в эту вот подземную часть ватикана то есть буквально спуститься в некрополь который появился в ватикане до самого ватикана и мы видим что это очень красиво украшены колумбари мало того что потом было очень важно уже для историков раннего христианства захоронение христиан в катакомбах места где они находились первые росписи в катакомбах они действительно стилистически взяли много именно из росписи колумбариев на языческих некрополя и иногда можно найти совершенно невероятной красоты мозаик вот здесь например мы видим изображение бога бахуса это все тот же ватиканский некрополь и эта находка безусловно поразила археолога на самом деле сам ватиканский некрополь это очень интересное археологическое пространство его открывали было 7 таких вот серьезных археологических исследований и первое датировалась еще 16 веком когда проводились работы для работы во время которые были необходимы для того чтобы осуществить перестройку собора святого петра но нужно сказать что не только сжигание было скажем так таким вот важным местом и не все колумбарии были такими красивыми как ватиканском некрополе потому что понятное дело время проживал более миллиона человек и свободных граждан и рабов естественно и конечно же была необходимость в громадных колумбариях вот например одна из реконструкций такого колумбария и что интересно если сегодня попасть на итальянское кладбище то можно понять что во многом есть сходство единственная разница вот в эти вот помещения уже не приносят урну с прахом усопшего а размещает человеческое тело как правило в гробу но внешнее сходство безусловно поражает но происходит проходит достаточно немного времени вот с момента основания некрополя на холме ватикан и меняется традиция начинает появляться другие захоронения когда тело уже больше не сжигают это очень интересно во первых сжигали тело и тут я возвращаюсь к тому почему есть мистический страх перед походом на кладбище да там там все вот эти вот истории кто-то куда-то кого-то попадется но все дело в том мы то сейчас знаем что например на кладбище не нужно ничего пить прежде всего ни в коем случае нельзя пить воду из какого-то источника на кладбище потому что риск того что она может быть отравлена трупными ядами крайне высок понятное дело что когда в древности этого не понимали и кладбище как правило некрополи находились достаточно далеко можно было случайно выпить эту воду и заболеть иногда даже умереть с большой вероятностью и конечно же все это потом укладывалось а в культуру как какое-то негативное влияние мертвецов и кстати именно поэтому во многих культурах особенно в культурах средиземноморских где очень жарко тела сжигались для того чтобы предотвратить попадание трупных ядов подземные воды в почву и заражение поэтому здесь мистический страх он немножко сталкивается скажем так тем что потом впоследствии спокойно объяснила научная мысль и тем не менее уже где-то с середины концу первого века нашей эры в втором веке это становится наиболее распространенным видом захоронения тела больше не сжигают то есть человека хоронят не сжигая это происходит по очень интересной причине как правило это объясняет влиянием христианства тем что необходимо было сохранять тело для того чтобы тело могло воскреснуть момент страшного суда и нас и тем не менее здесь была еще одна причина достаточно практическая дело в том что дерево было основным строительным материалом и время и не только все было из мрамора было очень много деревянных строений особенно это касалось от домов где жили римляне с более скромными финансовыми скажем так ресурсами и в конце концов уже к началу второго века нашей эры все леса в центральной италии были практически уничтожены дерево стало очень дорогим и для того чтобы построить пиру на которое сжигалось тело покойника необходимо было колоссальное количество этого самого дерева поэтому стоимость такого захоронения но становилась практически нерентабельной и начинает меняться традиция то здесь действительно все сходится и естественная физическая то есть естественные реальности больше нет дерева и безусловно в какой-то мере влияние христианство потому что так или иначе но но проникает причем христианство проникает на достаточно высокие слои общества и появляется новый вид захоронений и вот что интересно в некрополе начинают изначально совмещать это конечно были такого рода захоронения то есть это то что даже нам сегодняшним очень близко почти современное изображение но вот здесь вот например прекрасным прекрасный пример колумбария где сверху мы откровенно видим вот эти ниши углубления для ассуариев и там же можно было разместить посуду можно было разместить какие-то предметы обихода и так далее иногда чтобы показать статус иногда действительно для того это уже было влияние даже где-то египетская потому что рим был открыт многим культура то есть оставляли какие-то вещи для того чтобы покойный мог ими воспользоваться в загробном мире и обязательно ложили монетку для того чтобы он заплатил перевозчику хорону но внизу мы видим уже углубление где должны были находиться тела и самое интересное что здесь начинает уже проявляться разница в надписях на ассуаре их крайне редко писали знаменитую букву д.м. д.и.с. манибус их можно перевести как скажем так посвящение богам смерти для того чтобы они позаботились о обусопшим а вот когда уже речь шла о захоронении тела без сжигания то эти буквы как правило можно было встретить ну практически в ста процентах случаев и вот эти вот буквы д.м. они они правда очень часто время попадаются потому что многие саркофаги многие надгробные плиты были превращены украшения домов в уличные фонтаны и так далее но то эти это вот то что делает рим римом благодаря ватикану благодаря собственно своей истории рим это город который все время нам говорит жизнь побеждает смерть жизнь прекрасно живите и наслаждаетесь но вот эти вот д.м. они оставят совершенно потрясающий след в истории археологии потому что есть еще одна надпись и вот эта вот надпись принадлежала христианскому захоронению на первый взгляд казалось бы ну какое же христианское захоронение когда вот сокращенно диус манибус наверху до штамм лавровый веночек но все дело в том что когда христианство преследовалось а некоторые христиане были действительно очень богатыми людьми совершенно не хотелось скажем так попасть под каток религиозных репрессий они в принципе шли на хитрость они устанавливали на захоронениях своих близких которые тоже были христианами плиты где уже было подготовлено где бы где уже были предварительно высечены буквы д.м. здесь манибус но разница была в том что они писали имя усопшего не в родительном падеже вот если мы сейчас с вами вернемся к захоронению к плите языческого захоронения то мы можем прочитать что и имя и фамилия заканчивается на а е это окончание окончание родительного падежа в латинском языке а вот в нашем случае мы видим что а к заканчивается имя в учении на а и фамия тоже заканчивается на а то есть это именитель и падеж такая себе хитрость чтобы сразу не заметили что-то христианское захоронение оставим буква д.м. но не будем посвящать усопшего богам загробного мира оставим имя в именительном падеже но с другой стороны я хочу сказать что вот конкретно вот в этом случае это очень знаменитый археологический пример не догадаться что это христианское захоронение было бы сложно потому что помимо имени в именительном падеже мы конечно же видим рыбу и якорь самые знаменитые христиане христианские символы да еще и написано имя иисуса но появляется вот это вот захоронение и иногда бывают и иногда действительно могут добавлять уже тела в готовые помещения некрополя иногда в общем то могут хоронить в земле и в таком случае устанавливают вот такие вот загробные памятники на которых или скажем даже правильные это называлось это считалось своего рода алтарями на которых оставлялась пища для покойных для которых оставлялись дары для покойных и выглядело это в общем то все приблизительно вот таким образом иногда могли высекаться портреты покойных то есть захоронение могло быть парным но когда начали производить раскопки в ватиканском некрополе вот конкретно в этом сразу поняли в общем то приблизительно по времени какого периода захоронения восстановили традицию но об этом очень много написано очень много было исследовано то есть тема захоронения исследована была глубоко исследована причем на протяжении веков но ученые в ватикане все-таки столкнулись с тем что не могли понять что это такое видите перед надгробием из земли торчат как будто бы трубочки мы понимаем что там под ними находится ваза и зачем эти трубочки к чему они что они должны символизировать что они должны делать в общем а потратили какое-то время ученые пока наконец не разобрались что на самом деле вот в эти трубочки которые действительно были частью сосуда закопанного рядом с похороненным телом наливали вино для того чтобы в момент праздника паренталии можно было символически выпить спокойным да то есть задобрить его сказать что он важен и тем самым похвалить а потом попросить о помощи то есть некоторые вещи мы вдруг неожиданно для себя разбирая историю вдруг находим в нашем современном мире но действительно смерть и не делала людей одинаковые потому что например могли быть вот такие вот алтари но здесь уже безусловно родственники старались как могли и использовали здесь все символы которые только можно было на верху сверху изображен ганимет там рядом идут я скоро внизу волчица потом река тибр но вы знаете вот это то что можем сегодня сказать дорого-богато все добавили не особо разбираясь с тем что было и все таки были и захоронения поскромнее в данном случае речь идет о очень скромном захоронении то есть нет сиркофага нет даже скажем так надгробия которая бы показывала где находится захоронение мы находим всего несколько керамических сосудов а вот это вот и вовсе нищенское изображение у этого усопшего нет совершенно ничего и совершенно не глубокая яма ну я мы были не глубокими в принципе потому что если хоронили в землю то не вырывали глубоких ям все тот же вопрос подземных вод и вот нужно сказать что апостола петра тоже похоронили приблизительно таким образом на ватиканском некрополе не много вот таких вот рабских захоронений то есть захоронение абсолютно нищих людей но они все-таки присутствуют и нет фотографии ну наверное нет потому что мне не очень хотелось ее показывать но это очень трогательное захоронение там есть скелет матери ребенка у которых совершенно тоже нет никаких даров нет надгробия и понимая что в общем-то ребенок прожил совершенно недолго и похоронены вместе с матерью скорее всего что его рождение и стал в конце концов причиной смерти матери то есть в какой-то момент проходя по истории и безусловно понимая что это те то те моменты которые заставляют нас даже задуматься о судьбоносности и о символичности мировой истории но в то же время ощущаешь в общем-то что-то очень личное живое человеческое и радость и боль в том числе но все-таки самыми-самыми дорогими захоронениями конечно же были захоронения саркофагах саркофаги начинают появляться как искусство ну скажем так с начала сможет сказать 100 вас и 120 года то есть с начала второго века нашей эры они скажем так они в риме выходят на массовый поток до этого тоже встречались саркофаги саркофаги можно было найти и у этрусков вообще-то римлянам не было изначально вот свойственно прямо уделять колоссальное внимание для того чтобы сохранить тело а вот этруской культуре это было свойственно самого начала страх смерти они скажем так какой-то мере позаимствовали у египтян и в общем-то многие даже ученые утверждают что эту русскую цивилизацию сгубила не римская экспансия в принципе они очень долго еще могли существовать вместе потому что римская экспансия она ее развитие заняло определенные столетия на самом деле причиной вот причиной завершения трусской цивилизации был как раз этот страх смерти когда люди начинали буквально входя только скажем так просто способный о возраст все что они зарабатывали тратить на то чтобы оформить свое собственное захоронение и можно сказать что хоронились вещи хранились деньги хранился хранилась все развитие и весь прогресс и кстати это еще раз нас возвращает к тому насколько была цена мысль христианство христианское откровение христианская идея которая говорила о бессмертии души и в принципе помогала преодолеть человеку страх смерти но в общем-то вот это уже во втором веке рим отдает предпочтение захоронения в саркофагах понятное дело что мы говорим о людях очень богатых и искусство саркофагов выделяется в отдельное искусство его о нем редко говорят потому что тема не самая радостная и в то же время мир саркофагов это такой вот мир человеческих историй которые передаются через мифические сюжетом и можно понять не не только уровень благосостояния но и положение человека в обществе сенаторские саркофаги на них изображены определенные темы здесь у нас например а я вам демонстрирую момент калидонской охоты когда миллиагр вместе с охотницей аталанты который сражается с вепрем насломанным артемидой на его племя и девушка помогает ему победить в этой охоте но в конце концов для миллиагра все закончится очень плохо потому что убийство вепря богини артемида совершенно не простит смертному поэтому она найдет способ его убить миллиагр случайно во время охоты убьет стрелой брата своей собственной матери его мать на тот момент была вдовой посему главой рода и она была обязана отомстить за родную кровь то есть она была обязана отомстить за брата сын родной крови не считался это была кровь другого мужчины и миллиагр будет убить собственной матерью правда потом мифы они будут немножко отличаться но отличаться по одной версии его мать сама убила сына а по другой версии она попросила у было сделано с большим удовольствием богини но идея в том что эти истории они укладывались такого знаете такой вот человеческий стори тейлинг то есть а в этих историях было 7 мясь с жизнью со смертью с этическими темами со справедливостью и они и весь вот этот рассказ был конкретно связан с судьбой тех кто находился в саркофаге поэтому это был третий такой вот вид захоронения могли сжигать могли хранить скажем так земле либо находить пространство в колумбариях и были конечно же захоронения в саркофагах и я хочу показать вам для сравнения еще один саркофаг это настоящее произведение искусства это саркофаг юния баса он был создан в 358 году кстати захоронены здесь патрицы совершенно христианский патрицы был очень молодым ему было чуть более 40 лет и посмотрите какая разница здесь уже нет мифической истории и здесь идет вот такой вот сложный глубокий рассказ на христианскую тему христианский саркофаги четвертого века они превратили своего рода высеченные страницы святого писания но об этом саркофаге мы поговорим только чуть позже потому что конец существования римского некрополя положил как раз и ватиканского простите некрополя положил как раз император константин в 313 году буквально изменившим судьбу рима своим миланским эдиктом разрешившим открыто исповедовать христианство и на следующей неделе мы с вами встретимся снова для того чтобы познакомиться поближе с одной из самых сложных исторических личностей мы будем говорить о императоре константине я благодарю вас всех за внимание мне очень приятно что вы присоединились пишите ваши вопросы пишите ваши комментарии я буду вас всех рада видеть на страницах моего блога и до новых скорых встреч